всем привет элантра комплектация автомобиля база 166 от 128 лошадиных сил доп оборудования здесь написано коврики и цена представлена автомобиля 1 миллион 72628 рублей вот и смотреть белом цвете машина линзованная оптика туманочки внизу большая эмблема hyundai 195 65 r15 здесь у нас стоит штампы и колпаки ну и резина естественно nexon здесь стоит защита пластиковая повторители поворотов в крыльях зеркалах нету большие зеркала отлично все видно прекрасно так выглядит машина сбоку принципе все органично все замечательно антенна кули плавник здесь видите специально сделали такое окошко чтобы эта стойка направляющая чтобы стекло опускалась вниз полностью хорошо ходил так что тут здесь уже стоят мягкие локеры но и тут у нас сзади дисковые тормоза да отлично отлично обратите внимание здесь есть без гречки тоже все хорошо что у нас сзади так выглядит корма сожалению здесь нет датчиков парковки вот так вот так вот сделано двери идет не как обычно здесь вот так вот сделано язычок довольно таки снаружи смотрится неплохо отлично до белый цвет идет машине давайте посмотрим что салоне тут тоже все замечательно хорошие дворники все хорошо вычищается отлично давайте присядем так выглядит передняя дверь здесь у нас пластик твердый но на ощупь приятный здесь подлокотник мягкий нишка она же ручка лета стеклоподъемники бутылов к стеклу блокировка замков и здесь у нас регулировки зеркал такой закос под темный металл ручка динамик стоит и здесь место для бутылки пола ложка наверно войдет здесь видите на пороге такая накладочка вот у нас открывается ключ от бензобака и багажник две регулировка сиденья по высоте это у нас наклон спинки давайте посмотрим что у нас дальше присядем здесь как видите вот рычаг открывание капота мы тут у нас пошло наклона фары яркость подсветки отключение и спи и здесь еще две заглушки напомню это у нас базовая версия вот так выглядит передняя панель давайте да здесь мягко но все отлично обратите внимание все эти воздуховоды они обрамлены хромом 6 станции небольшой кранчик радио медиа телефон здесь можно слушать диски отлично ночной режим весь нажимаем и у нас экран ночью не светится тут все тоже отлично сделано не люфтит ничего все красиво все так аккуратненько ходит замечательно меню но листать папки треки и так далее настройки кондиционер различные зоны аварийка и тут у нас вот скорость вентилятора и это можно холодной и горячий рециркуляция кнопочка все подогрев зоны покоя дворников и подогрев задних стекла еще здесь две заглушки тут две розетки или одна можно как и спорт как прикуриватель гнездо и разбить и аукс флешечку не взял к сожалению здесь купите трехступенчатый подогрев сидений и все и есть просто дальше пошло у нас идет заглушки 6 ступенчатый автомат хорошо корочка где что-то пусть будет кожа и здесь к сожалению опять же вот рычаг вручного тормоза и ничем он не отделан зато увиделись подстаканники тоже так небольшое обрамление что-то типа под хром ну и вот такой бокс подлокотник к сожалению нас не сдвижной но и средних размеров не особо губки довольно таки неплохо сделано такая вот замочек давайте посмотрим неплохо неплохо вот материал конечно несколько мы скажем так удручает по крайней мере вот этот вот здесь вот как бы где спина и москва прямо затница вот нормально только твердо вот этот вот мне кажется он будет быстро замызгиваться и стираться если тот уже владеет отпишите 100 лет или нет здесь у нас что регулировка не по высоте ручки у нас с микролифтом они утоплены в потолок отлично здесь есть зеркало козырьки свет сейчас все отключено на свет виде есть замечательно тут тоже вот включается свет здесь есть даже уже в базе а чешник из кнопочку на что водитель на данного водителя тоже есть зеркало и турецк так давайте посмотрим бардачок сразу что потом не забыть ну довольно таки вместительный довольно так ну что дальше руль у нас кожи отлично он же у нас мультируль разговаривает по телефону громкость листать треки включение звука здесь у нас всякие настройки на компьютере ну и давайте посмотрим да здесь как видите есть по высоте это будет регулировки все отлично отлично чем подкупает вот такие автомобили сейчас в коментах очень много пишет что да нафиг нужно лучше бы я купила к таху и так далее так далее но опять же оттаха она дальше пишет что мол она которая едет потому что и туру а турбодвижок и коробка dsg здесь же у нас стоит обычно hydra транс коробка автомат и атмосферный движок вот этим корейцы и славится что в общем то такая связка надежная и очень шустрая так что еще показать давать мира пойдем назад там посмотрим как ну что вот если вот если вот такую тачку брать вот это конечно честно говоря вот это все на любителя но по крайней мере такой не торгающий вид скажем так то есть опять же здесь что минимальный набор опций в том плане что радио есть кондер есть коробка автомат здесь есть подлокотник единство что здесь опять же нет и датчиков парковки но там пошло-поехало конечно к этому делу на ко всему привыкаешь вот нормально сел дал так бы я поехал давайте посмотрим что у нас сзади как всегда двери хорошо закрывается не шумно вот так выглядит задняя дверь обретите внимание какой огромный проем здесь со свиста наверно сейчас попробуем присесть здесь что у нас да здесь сзади тоже мягкий подлокотничек электростеглоподъемник тоже такая ручка нишка здесь место для бутылки тут наверно уже 0 5 стопудово не войдет ну 0 33 05 наверно запросто тоже здесь видите на порожке такая почему-то черная эта пластмасска по-другому ее не назвать накладками накладка почему это уже вообще она не нужна или что-то хотя бы напишите наверно так сидим сзади тут я сижу сам за собой обратите внимание сколько места аж две ладошки вообще супер ноги можем туда задвинуть вообще классно сидеть по-царски замечательно потолке имеется плафон продум почему-то там посередине они здесь над сидением тут у нас что ничего нету не розеточки к сожалению ничего но зато здесь практически нет вот видите туннеля что тоже хорошо здесь нет ни кармашков ну зато видите здесь пластиком отделано и здесь легко мыть если вдруг дети испачкать раз быстренько протерли все все красиво дальше идем здесь почему-то и нет никаких крючков есть видео 3 подголовник вот тут еще есть у нас задний подлокотник как всегда замечательно что вот так поперек эти подстаканники расположены тут к сожалению нету . длинномеры если перевозить то только скидывать спинку да очень даже неплохо по высоте все сделано позвоночник ровный сидишь нормально опять же сижу по-царски все удобно поехали единственное что может быть как-то коротковато чуть-чуть сама вот эта сидушка сколько вот это вот три сантиметра еще допустим вот долго это под место где под коленкой так в общем то неплохо закрываем тут уже стандартно что видите отформована для двоих хотя здесь вот если лямку убрать вот не так выражены этот город ну все равно видите тут все болтается только то вот это вместо твердо и пошел я так понимаю все равно здесь третьему все будет не особо и удобно ну а так в общем то вполне 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 ну что идем дальше давайте откроем багажничек посмотрим что там вот так открывается крышка невысоко ну что делать как есть здесь видите подсветку номерами к сожалению здесь у нас кнопочки нету то есть мы открываем либо с брелка либо салона вот так багажник довольно таки вместительный кроме вот этих вот лямочек здесь больше ничего нету к сожалению подсветочка есть вот эти очки дергаем и нас спинка сиденье задние откидывается давайте посмотрим что у нас тут за это лямочку мы дергаем и обратить внимание на что открывается какой вид сожалению здесь металл ничем нет клиент не выбране шума тут у нас докатка стоит видите такая вот набор инструментов но это так кори тоже ведь он сам по себе болтается хотя другой стороны может просто вот допустим удобно вытащил дочистил там химчистку отдали сюда еще дальше здесь вниз отделом пластиком хорошо 1 105 претензий что вот эти вот мягкие вот эти все отделаны посмотрим заезжает сюда где-то сумкой будете за перед удастывать не будет это шор косу но про петли я уже не говорю уже данность ну и здесь крышка багажника полностью здесь шумка отделана и здесь есть ручка правда все эту ручку показывает играть грузки нету ручки или ручка есть или замаш две ручки на все закрывает вот так закрываем ну что посмотрели мы машину честно говоря все неплохо вот обратите внимание да все ну по форме да вот внешне все гармонично опка такая красивая ничего лишнего причем здесь у нас стоит коробка автомат атмосферный движок некоторые говорят что 120 сколько до 128 сил будет мало я считаю что в общем то сейчас гонять особо где кругом эти камеры поэтому я считаю что вполне должно этого движка хватать не шумахера ни разу напомню что цена автомобиля базы комплектация 969 тысяч рублей вот и чего здесь как на мой взгляд не хватает так это вот датчиков парковки ну не знаю сколько не то стоит копейки допустим допустим если у дилера до заказал но диски уже летели там самим закупить это же как бы хотя вот допустим первые полгода можно и так поездить ничего страшного . вариант очень даже очень даже и неплохая тачка как сюда пишите что думаете по этому поводу все всем пока счастливо